Ну, посмотрим. Ну, в любом случае, вообще-то OG играют, ну, просто с Виспом. И мне обязательно брать Виспа Тиня. Они могут взять Висп Бристлбэк. Могут? Могут. Они могут взять Висп Свэн. Они могут Висп Герокоптер тот же самый использовать. То есть, они, в принципе, просто с Виспом играют замечательно. И мы это видели в первой карте, их перемещение, вот эти вот ротации по карте. Всё выглядело довольно успешно. Так что, я думаю, не проблема OG, то, что у них Тинка забрали. Да, здесь иностранный. И также добавлю от себя, что Висп, ну, конкретно Висп, он работает очень хорошо и с другими героями. То есть, с Герокоптером отличная связка, он просто идёт и начинает барражировать от него, никто не уйдёт. Могут там появиться всякие ЦК, которые тоже хорошо заезжают, Фантомка, которая у тех же OG регулярно в пик выпадала. То есть, очень много героев, которые с этим Виспом хорошо сочетаются. И Даззл. Даззл – герой, про которого почему-то очень многие начинают забивать, но напомню, что в этом паще его только подняли. Ему апнули первый скилл. И в итоге в лейте он теперь нереальная имба. Видели мы то, что очень многие команды сейчас моментально реагируют на Даззла и фактически сразу забирают аппарата. Потому что Грейв – это довольно-таки сильная штука. То есть, конечно же, в лейте, когда у тебя там один герой получает Грейв, на пять секунд он начинает бить, он живёт, потом ещё каким-то образом может и с драки уйти и отхиливаться – это не очень хорошо. Поэтому нужен тот, кто его способен пробить. Ну, аппарат, пожалуйста. Возьмите его. Возьмите его сейчас, потому что иначе это будет катастрофа. Или Акс. Или Акс. Да, ну Акса не видно. Хочу раз. Ну, Акс, да, что же. Может пробить. Ну, он и контр инициировать может на релокейты всякие, прыгивать в Виспо, там, керапорт. Да, армора у него много, он довольно-таки хорошо может впитать весь урон скиника. Ну да. Где Акс? Акс, не знаю где. Почему его не берут? Вообще не видел Акс. Ну, Жадина, Жадина, вообще его берут. Не знаю, многие люди говорят, что они его не видели, но команда Na'Vi, это была в составе с хвостом, PSM, у них Акс это вообще был чуть ли один из самых успешных героев. Потому что с ним довольно-таки игра простая шла. Они ставили его на керри, брали какую-то тимпларочку, Акс бежал вперёд, прыгал, агрил на себя всё и тимпларочка всех убивала. Вот как так. Ну, это один из немногих таких примеров, скажем так, ярких. Ну это просто, да, такой момент, что как хардленер он пока смотрится не очень. Потому что, конечно, здорово, да, он может купить блинг там на 15-20 минуте, и потом пойти всех убить, но как показывает практика, когда он покупает блинг, ему не хватает одной вещи, свойства жить. То есть, если он живёт, то он более дамажит. А как хардленер у тебя не будет, ну и хп ты будешь падать моментально. Есть такой минус этого героя. Ну, без него мы обойдёмся в этой карте точно, и Банона добирается Баунти Хантера пиком четвёртым. Тоже, опять же, немного позабытый персонаж. И вот как раз таки, о чём мы вспоминали сегодня. Вис Бристалбек нас с вами ожидает. Тоже одна из популярнейших связок. Причём гроза этой связки в том, что Хардиана не прощает вообще никого. Приходишь туда, начинаешь кидать свои шупы. Если предпринимаются хоть какие-то попытки этих ребят прогнать, то, как правило, Бристалбек там начинает даблкилы оформлять. Ну да. Особенно такие тонкие герои, как Баунти Хантер, Леон, они просто будут умирать этих шуков, взрываться фактически. Очень мало армора у Леона и Тинника. Поэтому и сейчас у Гэ Дота идеальная ситуация. То есть, мы видим ярко выраженную даблу наверх. Это гирокоптер с Дазлом. Может быть, Дазл Бристалбек там пока до конца неизвестно. При этом Вис Бристалбек она тоже будет чувствовать себя потрясающе. Учитывая то, что Баунти Хантер здесь, скорее всего, будет роуминг. И будет совсем без статов. Ну и в миде для Амерекла по-любому возьмут какого-то хорошего героя. Верочку. Почему бы и нет? Ну, почему бы и нет, действительно. Ну, сейчас пик Анон. Пока тоже не хватает мид персонажа. Так. Мид, 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 мид. Заобнить будет не так-то просто. Вообще, на самом деле, непонятно, как там у Аджи будет стоять. Ну, у Анонов просто будет бегающий Баунти Хантер это все-таки очень многое. Вот они винрейнджер себе забрали сами. Ну, окей. Связывать какого-то Кора с Виспом. То есть, Бристалбека с Виспом. Ну, как-то, как-то пытаться пробивать. Вообще, конечно, здесь в Верке, чтобы почувствовал эту самую Верку Бристалбек, нужно ей собрать очень много артефактов будет. Помимо всяких там партных дезоляторов Аганимов. Еще, я думаю, Дейдаус и прочая гадость нужна будет. Потому что поначалу, конечно, она просто лишь будет его гладить. И у Джи Дота нужно сейчас забрать какого-то миллера, который не сильно чувствителен на картефакт. Он может просто бегать там, ходить кидать свои нюки. Тасик. Так. Это Герокоптер в мид. Может, мид тут разберутые. Да, Связпом. Виспир Сталбек мид, может быть. Может быть, вполне. Большая вариативность сейчас ОДЖИ. Куда им идти? Да, это будет оффлейн Тускар, судя по всему. Ну, в общем-то понятно. Но оно все ясно, кто там куда пойдет и чем будет заниматься. Котаро Хаяма играет на тине. А цел играет на Леоне. Товарищ Зиток оффлейн Баунти Хантер. Все-таки Атун Вин Рейнджер. Ну, и Гриди на оффлейне. Так серий будет исполнять. Панда ОДЖИ. Нотейл забирает все Бристлбека. Миракл играет на Герокоптере. Флай Дазл. Крит на Виспе. И Мун на ТАП. Двигается вниз. Да, очень быстрее. Без тпшки. Но за счет того, что хороший мофф спид. Передвигаются. Будут ставить апдин обсервер. Ну, такой вот хороший обсервер ставится. Будет площадь от воды. И... Ну, здесь они скорее всего увидели ВРку. Да, пошли первые клики. То есть знают, что Полинин тоже все будет не так просто. Но он, казалось бы, изначально. А что нас в миде может интересное ожидать? Тинни в миду. Да. Вместе с Баунтихандером. Ну, который будет ровно бегать. Да. Но Тинни против... Да? Да. Все так. Тяжко ему там будет. Что еще сказать? Да. Придется опустить Боттл. Нон-стоп подавать все Воланч Тосов крипов. Чтобы пофармить хоть как-то. Так, конечно, в других вариантах, скажем так, будут проблемы. Ну, в его случае придется всю Ману сейд на то, чтобы спасаться от Бристлбека. Там что-то кричат. Это не наша игра, да? Это не наша игра, да. Напомню, дорогие друзья, что параллельно там же играются Ньюби против Фнатик. Такой же матч в группе А, в лузерах. Там, за право. Венера и так далее. Матч идет. Так что смотрите на первом канале Major.ru. Dota Major.ru. Так, пока у нас контролятся Баунти Руны и забирают с одной стороны Бристлбек. С другой стороны забирают у нас товарищ Тайний. Правильно же, правильно. Да. Ну и на миде будут они встречаться. И вот уже товарищ Зиток начинает практически веселить. Ага, пробегает. Такое необычное явление. Триплан на триплу у нас сейчас в миде. Понимает, что что-то много и решили пойти по лесам. Дазл уходит наверх и будет стоять вместе с Гирокоптером. Баунти Хантер сейчас ищет место, где он может быть полезен. Только единственное место это сверху. Слушай, какая классная же комбай. Я забыл совсем. Айншелл на Баунти Хантера. Он бегает в инвизии и начинает гнобить противника. Просто не вылезает. Такая. Дарксир плюс Рикимар тоже ничего. Ну да. Или Спирит Брекер. В общем это хорошее сочетание такие есть с героями, которые просто бегают рядом с противником. Пока мы видим Айншелл вешает Дарксир больше на себя, чтобы фармить. Ну а Баунти Хантер действительно пытается найти свое место на этой карте. Чем он будет полезен? Ну вот можно Флай попробовать напрячь. Подходит Дарксир, вешает на него щиток. При этом ЕС Флай с НТРУ. Понимает то, что нужно не позволять Баунти Хантера подходить к себе. Траться напрямую. Отгоняет крип щитком Миракла. И пока, ну более-менее так, что один, что второй, они пользу приносят. На этом лейне. Да, снизу у нас там ВЭТ, конечно же, спокойно будет фармить. При суппортинге Леоне. Мону остается только поддерживать крипов, стараться, по-моему там, в этом денег заработать. И крипочек уже смог съесть. Он такой неплохой старт для оффлейн Тускара, скажем так. Да, давайте. Ой-ой-ой-ой. Тинни встрял. Леон пришел слишком поздно на сейф ТП. Это вот тот самый Тинни с единичкой армора. Точнее с нулем армора, да? Да, с нулем армора. У него единственное, что есть щиток. А мы видим то, что НТЛ он подготовился к тому, чтобы убивать Тинни на миде и купил себе орбу Феном. То есть получается, что они оба быстро двигаются. Там у каждого там где-то 300 плюс МС. При этом Crystal Back он замедляет. При этом еще Гу накидывает на Тинника. И Тинник один тут вообще никак не может стоять. Ему нужна вечная поддержка от того же Леончика. Да, Леон или Баунти Хантер. Ну хоть кто-то, чтобы приходили, сильно помогали. Пока очень-очень сложно. Поставил Сентрик здесь на сам Баунти Хантер, чтобы понять, есть ли Сентричник у противника. И снова атака пошла на Тинни. Тинни большие трудности. Есть Абаландж. Ну как же он проседает, а три уже стака есть. Четвертым просто взрывают Тинни. Это второй фраг для OG. Тинни немножко странный. Все, что можно сказать про него. Ну и, значит, так бросили на произвол судьбы на миде. Не, ну его первый раз забрали через минус армор. То есть Тинни всегда может пойти, например, вниз и постоять там под защитой того же Леончика. Вообще удивительно, почему в мид пошел Тинни, а не Верка. Потому что Верка, она в миде смотрится попадрее против Тинни или того же Бристлбека. То есть Бристлбек навешивает на тягу. Вис начинает закручивать шарики. Ты нажимаешь на виндран и спокойно убегаешь. Ну, казалось бы, это просто. У тебя армор, ты находишься на дистанции. Если что, можно кидать пауэршоты и, в принципе, лучше чувствовать себя нормально. А в итоге у нас какая-то странная даблайта, Баунти Хантер, Тинника. То есть забрать никого не могут, это же Толстый Бристлбек. И при этом мы видим, что выживаемости нет особо. Да никакой выживаемости. Ловят просто парочку стаков Cold Spray и гибнет, гибнет, гибнет. Ну, я не знаю. Но, возможно, они хотят прямо уж обеспечить VR-ке спокойный фарм. Чтобы она получилась максимальное количество денег на первых минутах игры. И потом это как-то будет реализовывать. Как это будет происходить, пока понять сложно. Но, в всяком случае, Атлун пытается. Пытается пока криптал хороший показывать. Топовый на карте. Ну, пока из всех игр, которые мы комментировали, у VR-ок на easy lane не самые лучшие, как там, PPD. Они, по-моему, большую часть игры проигрывали. Потому что героя нужно, ну, очень много. То есть, в первую очередь, тебе нужен Аганим, чтобы у тебя существенно что-то изменилось, и фокус-файр был, как это его сказать, чтобы у тебя фокус-файр был почаще. Вслед за этим тебе нужен какой-нибудь Blink, там, Forstuff, Lothar. Ну, что-то, что способен возвращать дистанцию и доходить до врага. И вот тут Баунти Хантер сократил дистанцию, нападает на Виспай и забирает его. Вот это да. Ну, он дабл-дэмэдж прямо перед носом у СПА перехватил, не ожидал Висп. Он не знал, что БХ там в инвизе бегает. Итоги... Ну, отчасти повезло Зитоку, отчасти, конечно, он сам молодец, что прокликал. И такой на халяву фраг сделал себе сам. Там себе, скажем так, соорудил плюсик такой небольшой. И сразу же за спину там куда-то перемещается к Муну. Можно неплохо поднапречь его, пока есть дабл-дэмэдж, но он всем скоро закончится. Ну, и прям сразу, конечно, троём по тавру не залезет, чтобы напас на это. Пытается поаккуратнее всё сделать. Тинь возвращается, и опять-таки ловит стаки, ускоряется, но ты... Лай-яй-яй, очередной раз. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, но более-менее. Так, вообще ничего. Да, согласен. Какой-то размен на Бристлбэм первым фраг сделал, и Тинь экспу не получил. Левел 4-й остался, а Бристлбэк 5-й с половинкой уже. Ну, хоть какой-то действительно размен, вышел хоть немножко денег. Заработал даже Тинь в этой смерти. Левел понимает то, что ни в коем случае нельзя отпускать Тинь. Заходит, интересно, ещё Баунти Хантер прямо на тавер. Видит такое ощущение, что была ФК, может быть, там что-то покупал или на карте для своих союзников рисовал. И Баунти Хантер продолжает убивать врагов. Врагов, это необычное явление, но Баунти Хантер по экспириенсу уже 5-й уровень. Тинь, в свою очередь, только 4-й, и покупает себе Аркан Тапочки. Вот это круть. То есть он по уровню выше даже, чем Хардовый Доксир, который стоял всё это время и экспу получал. Ну, два соло-фрага сделал на Виспе. Просто два соло-фрага обеспечили ему такой вот экспириенс. А, так круче. Он вообще топовый левел в своей команде. Пошёл за Флайм, и у Флай... Ой, и у Флай небольшие проблемки. Нужно убегать, Баунти Хантер забирает. И, о боже мой, что творит Баунти Хантер? Знаешь, люди стали забывать, по-моему, как играть против БХ. Ну, похоже, да. Потому что как-то он просто пошёл и зарубил вообще всю команду и ноль реакции. Вообще-то, ничего ему не делается. Не ожидаю такого индийского парня, который выходит на спины и даёт тебе какие-то Шурикен Тосс и что-то ещё. Неприятно. 3-0. Три фрага сделал у нас этот Баунти Хантер. Левел пятый. Ой, сейчас ещё стаки зафармят. Где-то можно будет уже и получить первые треки. А под ним так вообще весело будет. Что играть? Подтягивает Тейл. Ага, видит противника. Киркоптер тоже здесь. Встречаю товарища Гриди. Вот так вот его стопит. Хороший бодиблок. Да, у Гриди кончается время действия Сержа, и он погибает. Перехватили, но Баунти Хантера перехватить не получилось. Он спокойно ушёл. Надо как-то через остыть всё-таки, наверное, пытаться его убивать. Иначе можно упустить из видов. Возвращается Моттейл в миг. Тинь немножко поразменивались по хп. Бедняжка Тинник 20 крипочков смог где-то подсобрать. Левел пятый. Страдает, конечно, но... Ну, уже так попроще. У него хотя бы есть Боттл. Он его по кулдауну обузит. И можно просто крипов закидывать, а потом уходить и делать стаки в лесах. Ну, хоть какой-то аут для него есть. Да. Ну, да. Интересно, стаки — это очень полезная штука для Тинника. Можно попытаться, я не знаю, каким-то Леоном поделать. Но Тейлон он в спину всё принял. У него уже первая пассивка имеется. И на развороте. Посмотри, пошёл убивать Тинника, получает тост. И только подальше этот Тинни. А тоскар снизу оформляет Леона вместе с Испом. Ну и вис тоже в стороне не остался. Раз уж мид покинул, решил где-то в другом месте быть полезным. И сейчас Крит может найти стаки. Нет, закончилось время действия спиритцев. Вот они стаки. Вкусные. Нейтральчики. Хочется их забрать. Ну, скорее, достанутся они товарищу. Тинни. Сверху тем временем ОГ начинает потихонечку пушить. Подходит сюда Герокоптер, видит Дарксир и начинает его барражировать. Есть кулдаун, но решил его не юзать. Подходит сюда Леончик, шестой, пятый уровень. И как-то Леончик сыграл неаккуратно. Подходит сюда также, как мы видим, Баунтихантер, который начинает хорошо раздавать. Также врывается Дарксир и Миракл нужно бежать. Миракл убегает в правильное направление. Там, где Даззл сможет его подсерить. Бежит за ним Баунтихантер на Сурже и Грейв. Грейва не было. Ну, как он не дал Грейв-то? Флайт на разворотке, если только будут убивать, то потеряли Герокоптер. Приходит сюда Тинни с Росхаста, забирает нового персонажа. И пытается забрать так же Муна. Мун на ноге, отступать. Обгоняет его Тинни. Удар с руки, есть Тотс, аппетирует его обратно. И делает даблкин, товарищ Тинник. А ноутомин собрались, ты смотришь, что творят вообще ребятки. Вообще демоны. Просто сейчас решили срать свою дотку, и пока у них получается найс. То есть очень хорошие выходы. Знаешь, больше похоже на то, что подрасслабились OG. Потому что... Это тоже, да, этого нельзя отменять. Неаккуратная игра против Баунти Хантера. Оттачивать сейчас от Тинни даблкину подарили. Не реагирует почему-то Татс, где вообще шел угрейвы, где что. Понятно. Понятно, непонятно. Один только Нотелл полную силу катает. У меня тут не то включилось. Ну ладно, бывает. Так, ну у нас девятая минута встречи. Подходит к концу, 7-7 счет. Ой, сейчас могут перехватить Нотелла, нет? Цель. Подкопал. Но Тинни с половиной здоровья не стал. Тем более, что Бисп уже рядышком ускоряется. Но Тейл включает кекс. Крита пробивает. Тос сверху на крита падает. Минус крит. Это же доминейтинг. Катара и... Гонят дальше Бристалл Бэка. Он по треками. По треками вообще убирать нельзя. Они так фидят довольно плотно. Сноубол полетел куда-то зачем-то. За Баунти Хантером. В Соло, Мун. Он его не забирает. Просветил. Рядом Леон. Откидывается Тосом здесь Зитонг. Погинет от Бристалл Бэка. Приходит. Тинни. Мясорубка вообще двигается. Тинни вообще не знает страха. Нападает на Бристалл Бэка. Подходит Дазл. Моментально его сейвит. Тинни погиб. Оставился Леончик, который не получил его закрыть. И Бристалл Бэк отступил. Пролей Тинни. Происходит на этой карте. Это реально сейчас просто мясорубка начинается. На месте Ано, ну, нужно как-то попридержать пыл. Боже мой, что Таста, что Мун делает на базе урага. То есть он уже почти забежал по Т4. И мы видим, что Ирочка его коина забирает. Браво. Не, реально ребята немножко так решили в такую неаккуратную доту поиграть. Веселую. Веселая дотка такая. Забрал Леона. Леона забрал. Да, Леон забрал. Баунтихантер нападает на гирокоптера. Хороший кулдаун, но успевает Дарксир среагировать. Вешает на Баунтихантер Сурош. Умерых остаются 50 хп. Им нужно отступить аккуратно. Урна захиливает. Не, урна убивает. Нет, выживает. Найс. Да, в это время спокойно Бристалл Бэк. Зарабатывает себе денег. Купился уже Вангуар. 1800 голды у него имеется. Топовый по Натворсу. Но даже несмотря на все вот эти вот приключения, которые случились у ОДжи, они все равно пока Немножечко введут. На всяком случае, поинт сдали на Натворсу. У них полный порядок. И вниз залетает на релокейте. Подбили Тинни. Тинни падает. Сейчас будет очень интересная игра. У команды Аноу. Тинни, точнее Бристалл Бэк, начинает набирать критическую массу. То есть даже несмотря на то, что многие из них немножко поумирали, мы видим то, что у него 6500 Натворс. И пока его убивать очень тяжко. Потому что вопрос сразу, кто его убьет. Верочка с поинт бустером, ну такое. Домога у нее не особо. То есть Тинни мы видим, у него тут одно ПТ и все. И вот этот Бристалл Бэк, он превращается в настоящего монстра. Нужно его Тоджить. Насколько, насколько это возможно. Так, ну Тоджить нужны какие-то артефакты. Потому что, чтобы кать Бристалл Бэк. То есть Афы условно нужны какие-то Глимер Кейпы, наверное. Потому что, ну иначе Бристалл Бэк ты просто не остановишь. Арморы какие-нибудь нужны. Там, Мека на Дарксире всегда смотрится здорово. Которая, кстати, очень скоро будет. Остается еще денежку на рецепт. Так, и Анон хотят пойти подраться. Ничего себе. Врывается сюда Амун на Баунтихантера. Ну смотри, вот Бристалл Бэк вообще не получает урона. Просто не получает урона. Бьет его Вэрочка под фокус файр. Утимейт. Леона, ну Бристалл Бэк вообще кисло на все это. Он решил так на развороте пойти и всех их поубивать. Замедляет Вэрочку. И, как мы видим, Анон поплатились за свою наглость. И со свиньей сражаться очень опасно. Это реально очень смешно смотрелось. В спину залетает Finger of Death. Там еще подцепили тебя временем товарища. Катаро, Катаро. Вот плеч с лосом откидывает. Цепалки в зад. Неужели он выживет? Да, он выживает. Но Драка продолжается. Пытается не отпустить своего оппонента. Дальше кидает замедление. До конца на гриде. Гриде ушел. Шекл залетает. Кто же будет бить этого Бристалл Бэка? Его как огня боятся вообще. Пытаются. Шутки плохие. То есть, тут такой двойной момент. Первый раз урон режется со спины 40%. Потом там еще режется Урмор с твоей брони. Это еще 27% в связи. И, след за этим, еще Вангуат, который тоже режет часть дэмэджа, который тебе носят. То есть, сейчас, если какой-то себе дэмэдж на артефакт, я не знаю, какую-нибудь там аганим на VR-очку, не знаю, какие-нибудь барабаны на Тинника, то можно даже не пытаться. Как мы видели, можно просто смириться и бежать. Ну, не протестили разок, но это выглядит очень смешно. Куча дэмэджа ушло в спину и не почувствовал на Тейл. Тем более, когда у него есть подхил в виде Виспа и Даззла. И при этом еще очень важно то, что Бристалл Бэк наносит урон, такой фиксированный из шипов. То есть, сейчас, когда вот он разгоняется-разгоняется, он начинает там бить по 150-200, и у него кулгаун всего лишь сколько? Только три секунды. То есть, каждые три секунды в тебя летает по 200 с лишним урона. Это, естественно, неприятно, и на месте анон пока нужно все тимфайты доджить. А УДЖИ этим пользуются. Заходит на Рошана, начинает его пинать. По минус арморам Бристалл Бэка он очень быстро начинает умирать, и пока преимущество наращивается очень быстрыми темпами. Да, да. Единственное, что Гирокоптер пока не поддерживает своих тиммейтов в плане убийства самого Рошана, но он купил себе доминатор. Правда, никого не присумунил, но тем не менее, к своей команде потихонечку подтягивается. Действительно, анонам сейчас стараться как-либо очень сложно. Может быть, не самый идеальный вариант будет вообще убить всех, кроме Бристалл Бэка, а потом справляться как-то с Бристалл Бэком. Но самый, конечно, лучший расклад просто, чем они пытаются заниматься. Хотя бы мид-линию забрать. Видим Тавар, но есть сразу же, конечно, Гриф. А Эгис забирает Гирокоптер. Ну, правильно, а зачем Бристалл Бэку давать, если он так неубиваемый? Еще и Гирокоптер будет двумя жизнями. Пускар с Меккой. Ну и предчувствуется мне, что OG сейчас начнут просто давить. Идти и ломать, потому что аноны по факту ничего не могут им противопоставить. Да, причем грамотно распределяются. Три героя у нас идет по центру с Эгисом, понимая, что враг им ничего не сделают. И... ну, вряд ли он захочет на них нападать. И в это время Бристалл Бэк с Эгисом пушит другую линию. Учитывая то, что они видели, как аноноан все дружно бежали наверх, и, как мы видим, принимают какие-то попытки для спидпуша, то в это время Висп с Тинни аккуратно фармят другую часть карты и вообще ничего не боятся. А вот Висп сейчас начинает пугать людей. Вот они... блин, если бы Бристалл Бэка не было, то смокганг прошел бы идеально, потому что Бристалл Бэк просто прилетел. Хотя Тинни все равно вошли, да. Да, тоже ничего. Тинни зачем-то решил пойти в вражеский лес, постарался там кого-то найти. Нашел врагов и улетел. Ничего себе. Ну это Мун немножко не грамотно сыграл. Он дал прокасты и не оставил дизейбла. И дэмэджа не хватило просто. Так себе получилось. Так. И Меркл пошел. Меркл пошел за Дарксиром, за Леончиком. Все они аккуратно убежали, повесили на него трек. И начинают зажимать со всех сторон. Пушатся вниз, пушатся вверх, пушатся центр. И теперь можно смело идти и навязывать замес, потому что враг тебе ничего не заберет. Ну так, Римсон, Мека, плюс Аегис. 3200 сверху Брист. Хороший запах Тинни и заходит на Тинни со спины. Тинни, куда будем уходить. Нет ТП, нет пассивки. Боже мой, что же он будет делать? Нет, он погиб. Тут вообще спасти его нечем. Это минус Тинни, 41 секунду проведет в таверне. Сразу же можно этим воспользоваться, забрать какой-нибудь тир-2. Даже и оба тир-2. На топе и на миде. Но бомб заветели дальше от Ууна. Он как раз таки прожал уже один ран. Ведрада больше не осталось с Рокотт Бэриджей. Подвязали, казалось бы, Меркл, но Рокотт Бэриджа добили. И Тускарф, точнее, сделал последнюю тычку. В итоге это минус 2 народным метем. И в итоге будут ломать азов. Ну, короче, аннуны пока посыпали. Ничего они интересного не показывают. Последние минут 5, лишь только терпят от противника. Ну, с другой стороны, а что ты тут придумаешь? Ну, предпринимают какие-то такие попытки спидпош. Но, как мы видим, Джей их полностью читает. И, естественно, за это наказывает. Врывается тасик на Лиончика. Дает хороший варлос панч. В итоге Лиончик выживает. О, хорошая игра. Очень хорошая от Лиона. Продолжаем забирать тавер. Ну, в размере хотя бы пытается снизу забрать. Но там ТП. Свои товара давать ребята из OG в этой карте не хотят. Все Тир-1. Тир-2 и Тир-3 стоят на месте. Не ломанные. Немножко покотанные, правда, но живые. Вот сейчас можно попробовать подраться. Бристлбэк улетел. И, как мы видим, он находится довольно-таки далеко. Висп находится сверху. Их четверо. Вот сейчас у Анон есть реальный шанс пойти и просто подраться 4 на 5. Нужно. Нужно идти рисковать, пока нету Бристлбэка. Не ломается. Он стоит, думает. Да? Ну, тут такой 4 на 5. Там же 5 на 5, а Aegis есть. Бристлбэк снизу бегает. А Aegis есть. А Aegis есть, да. Да, но когда будет Бристлбэк, будет 6 на 5. Будет сразу снова тяжелее. Ой, вот Зитока просветили. Нашли. Валраспатч. Ничего не успел сделать. Шекл вроде бы неплохой, но без продолжения. Без продолжения. Тассирует там ли он своих. Своих же играет. Мячик. И спокойненько, спокойненько. Сейчас Aegis будет забирать еще один тавер. Бристлбэк уже подтянулся. Не говоря, приобрел пока в стэш. Только. Ну, такое ощущение вот у меня, знаешь, складывается, что Аноаны уже, ну, морально согласились с поражением. Ну, потому что как-то вот довольно вяленько выглядит эта карта со стороны их. Ну, как сказать. В начале более-менее получалось, да. Там у них был довольно-таки равный счет. 7 на 7. Как мы видим, как только наступает партизанская война, в этом, ну, в этом противостоянии OG нагло увыше. И пока у Аноан вообще ничего не получается. То есть, да, есть Bounty Hunter, который вешает треки и показывает для тебя врага. Но есть один такой простой момент. То, что у OG все слишком толстое. И просто нереально кого-то забрать. То есть там бегает толстый Тасик с Меккой, Бристлбэк с 1700 хп, Кримсон с Аегисом. И не получается реализовать Bounty Hunter. Нужен какой-то риск. Прям вот такой. Смок атака. Смок вылазка пятером. Смок последней надежды. Ну да, когда не знаешь, что делать, и ты сидишь на базе, ну, пройди разок в смоке, попробуй там кого-то убить. Вот, может быть, Аегис у мира кого выбить. И если не получилось, ну, ГГУП. Если получится, то есть шанс на камбэк. Еще можно поиграть. Ну, отчаянно пытается Динни что-то нафармить. Есть у нее пока только блинк. Мы хотели от VR-ки увидеть большой импакт. Но вот ты как раз таки говорил в начале игры, что те VR-ки, которые стоят на легкой линии, они особо КПД не вносят. У них довольно слабое КПД. Ну и вот у нас в этой карте как раз таки получается такая VR-ка, которая в этой игре практически незаметна. Ну да, там есть такой момент, что, когда, допустим, Геррокоптер покупает себе фейзы, барабаны, доминатор, то его фарм заметно ускоряется, потому что он получает лайфстил, получает урон, получает крипа, который можно стакать, и начинает фармить все быстрее, быстрее, быстрее. То же самое касается всяких джаггернаутов. Ну, вообще почти любые герои, которые, как агельщики, они чувствуют себя хороша, а VR-ка у них немножко тяжелее. То есть вот она стоит на олене, купила себе фейзы, купила себе пункт-бустер, да, там у нее лежит Огр-клаб и Staff of Wizard. То есть фармить она не начала, дамага она тоже не сильно вносит на врага, и нужен Аганим. С Аганимом все меняется, но, как мы видим, до Аганима дело не дошло. А уже 20 минута. Да, и нужно потерпеть него, может быть, что-то получится потом творить. Да, тут уже у OG появляется герм, нормально, то есть теперь уже у Bounty Hunter проблем становится больше, противнику становится тяжелее и тяжелее. В общем-то мы ждем... Чего мы ждем? Мы ждем, когда OG вдруг решат, что им достаточно фарма. Наверное, Рошана ждут. Ну а Егис можно подождать. Мун в опасной позиции. Один, бегает по лесу. Знает, где находится Тинни. Не знаю, как они узнали, прям на него кликнул только что Тасик и просто отступил. Сигил. Не, ну сейчас узнаем, но он как-то узнал, что он прям стоит. А Сигил до этого не прилетал здесь? Нет. Сейчас он его вызвал и отступил. Молодцы OG. Даже несмотря на то, что они лидируют, буквально 20-ая минута у тебя 11 тысяч преимущества по голде, но они продолжают бегать вместе и понимают, что, не знаю, одна ошибка и Bounty Hunter совершит величайший камбэк. Да, Bounty Hunter в камбэке делает одно удовольствие, конечно. Ну да, то есть там буквально 2-3 трека, еще 2-3 килла, учитывая NetWords, за одну драку можешь уже 6-7 тысяч голды отвоевать, поэтому сейчас нужно играть очень аккуратно и сосредоточенно. Именно так. Там теперь у Нембошурочек появляется Бристалбэка, появились блинки с двух сторон, с той стороны УТС, кстати говоря, что в теории может помочь. Какой-то грамотный Darkseer с вакуумом стенкой может разрешать. Ну и с другой стороны Дускар тоже блинк появился. Ну и вроде решили пока последний внешний тавор OG поломать, снизу собираются полным составом. портифай на топе юзается снизу. Можно провязать и можно оставить на хайграунд, если вдруг лжи подумают подняться. Один в один нужно идти на Т3. Ой, Пис покупает еще и Влад. Отлично. Ты не прошел. Один в троих. Боже мой, выжал. Айшарс не самый удачный. Я залетаю к Сноу Болом. А где же Валарас Панч? Его не было. КБ, но Тейл. Он так немножко испугался по верху, он испугался Шиклшота, видимо, прошел БКБ заранее. И на БКБ развили анноуны. Уже какой-то плёсик. Это отдушина. Отходит OG, понятное дело, без БКБ заходить уже не хочется и просто отступают. Ну и основная их задача, она удалась. Они не позволили противник спидпушить, потому что там Верочка с Аганимом так уже прилично пробивает товара, и стянули всех на базу. На базу, ребятки, пришли. Трюмячики потратили. Аккуратно уходим фармить свой лес. И теперь самое главное сделать ответный удар от анноуны, потому что на базе, естественно, нам делать нечего. Прочтут ли OG? Ну вот, делать этот ответный удар не очень хочется. Ну вот, а как-то обойти его можно попробовать. Хотя, нет, вот они его нашли, вот они его увидели. Нас пять, он один, ииии, я думаю, уйдут. Даже не будут пробовать, если... Ну да, и Висп всегда поддерживал. General Kety прилетит и всё, захиляет. Не самая удачная цель попалась, скажем так. Но можно при этом похвалить. Смотри, они вот так вот троём отошли, стали в сейф позицию, а Bristol Black на пофиг фармил. То есть, они чётко понимают, что этот парень может танковать, а мы будем просто ждать, когда на него будут нападать. Кинемидос! Вау! Волшебный артефакт. Волшебный фарк. Но он оптимист, он видимо просто решил пошутить или нет. Он продал, да. Он пошутил, слабо. Сейчас нужно паковаться вообще полностью на любые статы и попробовать выиграть драку на Рошане. Но это выглядело так, как Медас. Такой же от капитана под затылник залетел. И сразу продал. Сори. Ты чё творишь, малой? Какой Медас? О чём ты? И смог вылазк от OG! Айшард залетает! Атун! И снова Айшард не перекрывает путь героям unknown. В этот раз не самые получаются удачные. Эти самые шарды от Муна. В этот раз опять же не получилось подцепить. Но... Но ничего страшного. Отойдут. OG не торопится. И Рошан уже появился. Сейчас Визбас информацию. Крит забежал. Сейчас начнут заклики, ребят. Подходите. Пойдёмте забирать. Есть там какая-то медалька на команду? Медальки нет. Да и чёрт с ней. Так можно. Там уже герои такие, которые с Рошаном справятся. ПКП пытается дофарить кирокоптер. Осталось 700 монет. Тайний поинт-бустер себе приобрёл. Ну вот те самые статы. Аканимчик. Всё это конечно же Тиний безусловно нужно. Может быть не самым крутым таймингом выходит. Катара. Но... К этому... К решающему моменту, скажем так, финальной драки Аканим у него появится. Но Рошан падает. Катар. Как-то дело, что здесь Амноун и даже не собираются какой-то файт навязывать. Мышка для них опасна. То-то геогеги спокойно отдали гирокоптеру. Ну ещё один такой мотивационный момент для ОДЖИ, чтобы подниматься на хай-граунд противнику. Так что штат на карте у них просто идеальное. Да, можно найти. В общем то и есть все необходимые артефакты. То есть тут нереальный подхил с Виспа и Дазла тут не получится кого-то забрать. если даже вы там просядете, то у вас можно будет легко захиливать. Гирокоптер, как мы видим, уже почти добил для себя B, да, он к нему летит. Тасик, как мы видим, у него там мека, блинк, аркан бутсы, и он тоже готов идти пушить, то есть осталось просто пойти и своих противников добить. Потому что оно продолжает качаться, то есть как бы это смешно не звучало, но есть еще какие-то шансы на кумбэк, если получится удачно разменяться, и при этом они пакуют довольно-таки опасные артефакты, которые вносят очень много дэмэджа. Ну мало того, что есть аганим на ВР, очень скоро может появиться аганим на Тинни. Если Тинни с аганимом начнет как-то так вот опасно с петушей, то тогда тавара будут пахать очень быстро. И в такую игру, естественно, ввязываться для ОГ не хочется, нужно идти и нападать. Пошли. Прямо да, прямо сейчас надо идти уже. Ой, что это такое? Выкинули, выкинули. Тинни сам не поверил своему счастью. Что, он взял свою ВР, выкинул в брестлбеках. Ну он так уже фанится, видимо. Ну это да, это уже, конечно, элементы какой-то такой фановой больше игры. Он вам переходит, кстати говоря, на гриде, гриде, колдаун, гриде пайта сныкается где-то в лесах и делает тэп-аут, сбить нечем. Далековато находился Тускар. Прогнаться им тиммейтами не смог. Да и не вижу тоже особо причин, по которым ОГ могли бы еще немножко тянуть время. Все вроде готово, все на месте. Артефакты здоровские, хорошие, лучше, чем у противника. А Егис имеется. Вот прям все ключики, скажем так, от всех дверей имеются у этих ребят. Ну а Ноуны, конечно, максимальное время. Они пытаются использовать его лучше, лучше, лучше и лучше. Собирать себе все больше и больше денег. А это мы нужны. Ну вот осталось Тинни-то буквально 500 монет. Дайте ему нафармить, нагоним. И он что-то сможет, может быть, может быть, не сможет. Миркл поднимается в хайграунд, все это побывает в Тир-3. Есть Глиф по-прежнему. Сплитит немножечко у нас ВР через Фокус Файр. А есть ТП, ТП не сделает. И надо здесь давать бой, иначе сторону потеряют. Ну вот Глиф юзается, что дальше? Дальше пытается выбрать самый нужный угол ВР, чтобы связать противника. Пока откидывается повершотом, Три уже погиб. Блэки пошли от Миркл, отгоняет противника, держит их на дистанции. Но не страшно, но Тейл тоже погибает в барак. И без боя фактически они будут сейчас забирать одну сторону. Блэки Блэки Блэки, украл. Огоним, вот, вот он, Тинни Огоним появился. Летает ВРК без ХП, Шекл неудачный. На развороте колдаун, под Кримсон Гардом залетает Бристаллбэк вместе с Тускаром. Прокат Гриди, Гриди его не переживает, погибает, зашел Тинни. Нет, они не могут. В Муна, там были... Нужно попробовать кого-то добить, мы идем, что Довальский танковый у нас. Тасик выкидывает Тинни. Больше мы Бристаллбэка на фонтан, но Бристаллбэк выживает. Летает все, Тасик дает хорошие шарды, бежит. Бристаллбэк вообще гонит всю команду противнику. Да, просто чуть ли не сделал на этом месте минус 3 и аккуратненько отступает. Как мы видим, все прекрасно захиливаются. Большое количество маны. Верочка вяжет Бристаллбэка, но бараки падают. И OG хороши. Да, OG не почувствовали проблем особых при заходе на эту сторону. Не удалось себе сделать парочку киллов. Сноуболом залетает на Леона. Отдавит из Валерас Панча. Айс Шардс. Кекс пошел. Миркл немножко пострадать может. Вакуум под Шейкл. И дальше кто-то управляет. Бист выхиливает Миркл. А более серьезно. Есть еще и Шеллоу Грейв. Миркл будет жить. Немножко отойдет его снова. Захилит. Восполнит ему запас здоровья. И он вернется вновь. Есть Гардиан Грифс. Этот архил очень хороший. Валерас Панч на ДС. Сноубол. И быстро-то забрали. Без байбайка он. Очередные Шеклшоты. Но нет урона. Нет урона. Толку от этих тосов бесконечно. Вот же очень хорошо держит позиционочку. То есть мы видим то, что особо никто не загуливает. На переднем фронте у нас есть Бристлбэк с гирокоптером. Которые по кулдауну стоят. И дамажит урага. Тут еще тени зашли. Сберу каким-то образом. Хотел видимо все-таки забрать. Как он там оказался. Того назойливого Виспа или Дазла. И как мы видим с ним быстро забрались. То есть стоят два танка спереди. И постоянно держат дистанцию. Не позволяя дойти до своих суппортов. В это время Тасик периодически. Ну с кулдауном Варла Спанша выходит. И кого-то закидывает вверх. И они спокойно убивают. И пока Ноун. Ну у них тут вариантов немного. Ну да. Их просто разваливают. Одного, второго, третьего сторону. Бараки остались. Это падает. Но Ноун ничего с этим поделать не могут. Вот так вот массируют спинку. У Гистелбека Верочка своим фокус пауэром. Это быстро. Шеклшоты периодически еще выкидывает какие-то. Но минус две стороны уже. Тиния. В таверне сидит ли он там же. И ОДЖи благополучно отступают. Ну конечно же с моментом в виде перетяжки. На топ. Тавки открывать страшно. Страшно и анноунам и фанатам анноунов. Потому что там преимущество уже больше двадцати пяти тысяч. Не двукратный перевес по фарму. И по экспериментам там примерно такая же схема. Ну а ОДЖи идут уверенно к тому самому Сайдер матч. Как он называется. К матчу решающему. Играть им придется скорее всего против Эго Складро. Тот матч который сегодня уже разочек был. Падает на тени и очень больно. И Бристллбэк вырубает. Трест БКБшечку на Верочку. Чтоб пассивка не сработала. Заходит на базу. Как мы видим Верочка этого Бристллбэка вообще не пробивает. Продолжает они пинать базу. И можно попробовать знаешь такой. Килл Престижа. Как-нибудь зайти в спину. И может быть там подрезать Даззл или Веспа. Ну было приятно увидеть. От анноун еще один фраг. Ну вот стянули вроде неплохо. Стянку поставили. Есть вив. Дэмэджа не хватает. С фарболом залетели и падают герои. Унон. Фраг Престижа сделать пока не получается. 2-0. Это 2-0. Поздравляем мы ребят из OG с тем, что они имеют возможность еще побороться за верхнюю часть сетки. Напомню им придется подарить матч первого раунда. Сыграть против Вегас Квадрон Бест оф 3. Ну а анноун после двух поражений выбывают у нас в сетку лузеров на мейн-ивенте. И будут играть Бест оф. Удачи им. Удачи. Дай бог им здоровья. Дай бог им здоровья. И больше им ничего не пожелаешь. К сожалению. Ну да. Вот такой вот расклад дорогие друзья.